Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение первой книги царей и сегодня мы будем читать 17 главу. С 1 по 11 стих говорится о том, как Голиаф бросал вызов народу Божию. Давайте вспомним, что существует древнее предание, об этом мы говорили, когда проводили беседы о книге Руфи, о том, что Голиаф — это потомок Орфы, сестры Руфи, той самой Руфи, которая была прабабкой царя Давида. Вот так по-разному сложились судьбы этих двух женщин. Орфа, хотя она и увлекалась верой Израиля, потом все-таки она оставила эту веру, само это имя Орфа означает «затылок», она как бы показала затылок Богу и ушла. И она родила это чудовище в последующих поколениях, став бабкой чудовища Голиафа. А Руфь, которая осталась с народом Божьим, она стала прабабкой царя Давида. И мы читаем. «Филистимляне собрали войска свои для войны и собрались в Сакхофе, что в Иудее, и расположились станом между Сакхофом и Азеком в ФС Дамиме. А Саул и израильтяне собрались и расположились станом в долине Дуба и приготовились к войне против филистимлян». Казалось бы, деталь, которая ни о чем не говорит в долине Дуба. Но на самом деле это некий образ, который указывает на божественное происхождение традиции религии Израиля, которая с древнейших времен, как ветхий дуб от Адама, первого человека, от древних патриархов Авраама, Исаака и Якова, сохранялась до того времени. Мы должны обращать внимание на любые детали, которые существуют не просто так, не как украшение к узору повествования, а как нечто такое, что должно чему-то нас научить. Если мы не понимаем какую-то деталь, значит, мы просто не выучили тот урок, который нам предлагает Слово Божие. «И стали филистимляне на горе с одной стороны, а израилетяне на горе с другой стороны, а между ними была долина». Что мы здесь видим? Мы видим здесь как бы две горы, две вершины, противоборствующие одна другой. Блаженный Августин пишет о том, что есть только два народа на земле, только два града. Это народ Божий и град Божий, народ дьявола и град дьявола, который все время противостоит граду Божьему. О начале построения града дьявола сказано в Писании, что Каин начал строить город. В синодальном переводе сказано, что Каин построил город, но это неправильно, потому что там не сказано, что он построил, он начал строить. Потому что все, что делает дьявол, оно лишено смысла и никогда не будет завершено. Потому что если Господь и попускает зло, то с одной целью обратить его в добро, как мы часто вспоминаем, вот это объяснение блаженного Августина. То есть все, что дьявол затевает против народа Божия, против града Божия, это всегда какой-то долгострой. И мы видим, как один тиран сменяет другого тирана в истории народа Божия, император Нерон, до этого царь Ирод, великий, великий нечестивец, потом там император Домициан, там Наполеон Бонапарт, с его агрессией против Святой Руси, до него там Чингисхан, Батый и так далее, до наших времен. И между этими городами как бы долина, то есть некая такая плоская территория, то есть на которой живут люди, которые могут не принадлежать к городу Божию и к городу дьявола. Это душевные люди. Христианская вера учит, что есть люди как бы трех групп. Это люди плотские, скажем так, имеющие прописку в граде дьявола. Плотской человек — это человек, который наслаждается через страдания других людей. Таких, слава Богу, немного. И это люди душевные, у которых подавляющее большинство, такая равнина, которые хотят, чтобы им было хорошо и другим было хорошо. Таких большинств. И есть город Божий, где люди готовы страдать сами, чтобы было благо другим. И Блажен Августин пишет, что град дьявола это такая идеология любви к самому себе до презрения Бога. А град Божий это презрение к себе, проистекающее из любви к Богу. Имеется в виду, что когда целью мы имеем самого Бога, а Христос так и говорит, будьте совершенно, как Отец ваш небесный, то все наши человеческие какие-то уровни, мы понимаем, что этого совершенно недостаточно. И, собственно говоря, битва-то происходит в долине. И в сражение втягиваются как раз люди душевные наряду с плотскими и духовными. Как говорится, что сердце человека это и есть поле битвы. И выступил из стана филистимского единоборец по имени Голиаф из Гефа. Ростом он шести локтей и пяди, медный шлем на голове его, и идет он навстречу воинству Божию. И одет он был в чешуйчатую броню, и вес брони его пять тысяч секлей меди, то есть он идет и гремит этой медью. Медные наколенники на ногах его и медный щит за плечами его, и древко копья его как навой уткачей, а само копье его в шесть секлей железа, и перед ним шел оруженосец. Ну, такой танк, танк, весь закованный в шелезо, вот это чудовище Голиаф. И стал он, то есть остановился, не дойдя до евреев, но приблизился так, чтобы они слышали его голос. И стал он, и кричал к полкам израильским, говоря им, зачем вышли вы воевать, «Не филистимлянин ли я, а вы рабы Сауловы?» Но Орфа, его мать, она была филистимлянка, как и Руфь была филистимлянка, точнее, не мать, бабка Голиафа. Дело в том, что филистимляне, они смешались с мавитянами, а мавитяне в то время смешались с филистимлянами, потому что их общность, это их идолы, злые духи, бесы, которым они поклонялись. И вот он кричит, «Не филистимлянин ли я, а вы рабы Сауловы? Выберите у себя человека и пусть сойдет ко мне. Если он может сразиться со мной и убьет меня, то мы будем вашими рабами, если же я одолею его и убью его, то вы будете нашими рабами и будете служить нам». Чтобы унизить воинство Божие, он говорит, «Я филистимляне, то есть я сам по себе, а вы рабы Сауловы». Как сейчас некоторые такие либералы, даже неоязычники вместе с ними, как мавитяне были вместе с филистимлянами, говорят, «А эти христиане, это рабы Божии, а мы ничьи не рабы, мы свободные». Но в Писании сказано, «Кто кем побежден, тот тому и раб». Человек не может быть просто никем и ничем. Если ты не раб Божий, то ты раб дьявола, раб греха, раб страстей. Потому что духовная природа, она не терпит вакуума. И вот то, что предлагает Голиаф, он предлагает устроить гадание. Вот в те времена, древние времена, как и последующие, такие поединки считались формой гадания. когда, значит, два воина бьются один с другим, и все смотрят, кто победит. Это как бы являлось предсказанием, а кто вообще выиграет сражение. Поэтому в некотором смысле это было такое оккультное действие, но просто так не вмешиваться в эту ситуацию никто не мог, потому что война вынуждает нас к ответным действиям против врагов. То есть со стороны язычников это именно проявление их оккультных взглядов, а со стороны верующих это исполнение долга, как вот перед Куликовской битвой воин Челубей выехал против русских полков, а со стороны русских полков Александр Пересвет Схимник и была вот эта битва, причем оба погибли и Пересвет и Челубей, но Челубей упал навзничь, а Пересвет рухнул на врага вперед шлемом, сокрушив его ударом копья. И сказал филистимлянин сегодня я посрамлю полки израильские, дайте мне человека, мы сразимся вдвоем. И услышали Саул, и все израильтяне эти слова филистимлянина и очень испугались и ужаснулись. Во-первых, никто не видел такого высокого человека. потом он весь был закован в железо. Такой, как я уже сказал, танк. И понятно, что людям было страшно, но война, как бы она тягостна не была бы, мы вынуждены принимать в ней участие, потому что если мы не будем одерживать победу то или иную, то враг придет в наши дома. Он придет в наши города и селы и будет уничтожать всех и все. Древнехристианский апологет, историк Павел Орозий в апологии против Пелагиан пишет «Вот стоит Голиаф, устрашающий своей гордостью преисполненный телесной силой, уверенный в том, что может сделать все сам. Голова, руки, все тело обличены в большое количество меди. За ним его оруженосец, который пусть не сражается сам, но обеспечивает Голиафа разным снаряжением из меди и железа. Так что и неудивительно, что Писание, предвидя нашу теперешнюю ситуацию, надлежащим образом говорит и стал и стали филистимляне на горе с одной стороны. Потому что человек, который выступает против ереси, теперь изгоняется из церкви, а еретики, как выясняется, скармливаются у самой груди. Орозий здесь рассуждает о том, что ереси это тоже как вызов церкви. И как гляв выступает против народа Божия, так страшная ересь арианства, пелагеанства, эти ереси, монофизитства, монофилинства, они тоже выступали против народа Божия и тоже во всеоружие, причем используя наше же оружие. Наше оружие это меч обоюдоострый, Слово Божие, Библия, и еретики тоже используют это же слово. Орозий пишет, а потому так было устроено Святым Духом, чтобы Израиль стоял с одной стороны, а с другой враг. И так бывает часто, ибо даже царь Давид, всегда бывший праведным отцом для своего неправедного сына, имеется ввиду взаимоотношения Давида с Авесоломом, об этом будем говорить далее, сняв с себя царские одежды, вынужден был бежать из Иерусалима, после чего туда сразу вошел Авесолом. И вот стоит Голиаф о горе на этой стороне, то есть внутри церкви, и не просто стоит, но бросает вызов, ведь он сошел со своей горы Бесловской, подошел к горе Божией, то есть как бы уже на нашей территории, и в то же самое время уже много дней он укоряет святаго Израиля за его страх Господень. Страх Господень начало премудрости, но люди испытывали не только страх Господень, в тот момент они реально боялись этого Голиафа, этого чудовища. И далее рассказывается о том, как Давид приходит к месту сражения. Этот молодой еще человек, 12 стих и ниже, Давид же был сын Ифрафянина из Вифлеема Иудина по имени Иесея, у которого было восемь сыновей. А почему здесь об этом говорится? А мы уже знаем, что он сын Ифрафянина из Вифлеема и что там было восемь сыновей. Для чего это говорится? Это такое торжественное вступление к этой части Писания, где говорится о самом главном подвиге царя Давида, военно-политическом подвиге, который он совершает. У него потом будут еще и духовные подвиги. То есть он был сын Иесея. И Писание говорит, этот человек, то есть Иесей, отец Давида, во дни Саула достиг старости и был старше между мужами. Кстати, само определение, что отец Давида ефрофянин, это не означает его происхождение, хотя косвенно так, но ефрофянин, это значит очень уважаемый человек. В то время так понималось это слово. Три старших сына Иесеевы пошли с Саулом на войну, имена трех сыновей его пошедших на войну, старший Илиав, второй за ним Аминадав и третий Самма. Ну, понятно, что на войну призывали совершеннолетних. Давид же был меньший, то есть он даже по малолетству не мог участвовать в этой войне. Трое старших пошли с Саулом, а Давид возвратился от Саула, то есть когда он играл на арфе и успокаивал Саула, чтобы пасти овец отца своего в Вифлееме. И выступал филистимлянин тот утром и вечером и выставлял себя сорок дней, то есть сорок дней Давид находился в отдалении от этого места, а Голиаф все эти сорок дней позорил народ Божий. Но когда Давид появляется, он не может терпеть, как все воинство Божие сорок дней терпели эти наглые действия этого чудовища Голиаф и сказал Иесей Давиду сыну своему возьми для братьев своих эфу сушеных зерен и десять этих хлебов и отнеси поскорее в стан к твоим братьям, а эти десять сыров отнеси тысяченачальнику и наведайся о здоровье братьев и узнай о нуждах их. То есть задача Давида, как понимает Иесей, его отец это обеспечить снабжение братьям и расспросить об их других нуждах. А эти десять сыров отнеси тысяченачальнику и наведайся о здоровье братьев и узнай о нуждах их. Саул и они и все израилетяне находились в долине Дуба и готовились к сражению с филистимлянами. И вот действие Давида. И встал Давид рано утром и поручил овец сторожу и взяв ношу пошел как приказал ему Иесей. Интересно, какому сторожу он мог поручить овец, если он сам был сторожем для этих овец. Наверное, правильнее было бы слово сторож писать здесь заглавные буквы. Действительно, когда мы идем на войну и оставляем тех, которые нам дороги, мы их оставляем в Божьей защите. У нас есть сторож, который охраняет весь народ Божий. «И встал Давид рано утром и поручил овец сторожу и взяв ношу пошел как приказал ему Иесей и пришел к обозу». То есть он приходит в обоз, чтобы все эти запасы, провизии там оставить для братьев. «Когда войско выведено было в строй и с криком готовилось к сражению и расположили израилетяне и филистимляне строй против строя». То есть уже как бы все сошли с горы, те и другие. «Давид оставил свою ношу обозному сторожу и побежал в ряды и придя спросил братьев своих о здоровье». То есть он протиснулся в войске ряды, нашел братьев. Скорее всего они стояли по коленам. Там колено Иудина могли иметь свой какой-то штандарт. колено там Левина свой штандарт. Колено Вениаминова свой штандарт. И он их нашел. И вот когда он разговаривал с ними, то есть с братьями, он расспрашивал их о здоровье. Единоборец по имени Голиаф филистимлянин из Гефа выступает из рядов филистимских и говорит те слова и Давид услышал их. Это были богохольные слова. Сейчас современные Голиафы выступают против нас не только на поле сражения, но они действуют через интернет, они действуют через телевидение, через радио, то есть они позорят Церковь Божию, выступают против полков Божьих решительно, нагло и настойчиво. Они не закованы в броню, но они чувствуют себя защищенными нашими собственными законами. И то, что происходит далее, и мы читаем, и все израильтяне, увидев этого человека, то есть Голиафа, убегали от него и весьма боялись. И говорили израильтяне, видите этого выступающего человека, то есть такого, который бросает нам вызов, он выступает, чтобы поносить Израиля. Если бы кто убил его, одарил бы того царь великим богатством, и дочь свою выдал бы за него, и дом отца его сделал бы свободным в Израиле. И сказал Давид людям, стоящим с ним, что сделают тому, кто убьет этого филистимлянина и снимет поношение с Израиля. А мы знаем, что Давид стоит рядом с братьями, то есть он спрашивает у братьев. «Ибо кто кто этот необрезанный филистимлянин, что так поносит воинство бога живака, то есть человек, который не ступил в завет с богом, ведет себя так нагло, как он может поносить народ божий, полки божьи. Здесь Давид мог начать обращаться к другим людям и сказал ему народ те же слова, говоря, вот что сделано будет тому человеку, который убьет его. И услышал Илеаф, старший брат Давида, который стоит, готовится к сражению, а тут его младший брат притащился, какой-то крик устроил, дебош, конечно, ему это не нравится. И услышал Илеаф, старший брат Давида, что говорил он с людьми, то есть с нами ты можешь говорить, а что ты других баламучишь, что говорил он с людьми, и рассердился Илеаф на Давида, и сказал, зачем ты сюда пришел, и на кого оставил немногих овец тех пустыни, то есть он знает, что никакого сторожа нету, но он оставил их на защиту Божию. Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое, ты пришел посмотреть на сражение, то есть ты пришел посмотреть, как мы здесь будем умирать, для тебя это зрелище. Вы видите, какую оценку дает Илеаф в той ситуации, когда кто-то смотрит на сражение со стороны, взгляд со стороны. Сейчас постоянно мы телевизор включаем, и нам показывают трупы, летят ракеты. Это недопустимо, кстати, смотреть на гибель других людей и делать из гибели других людей зрелище. Это в античном языческом мире, когда бои гладиаторов люди смотрели. А по библейским принципам, вот когда жена Лота обернулась, посмотрела на Содом, почему она окаменела, потому что это было ее злорадство, выгибнете, а я выживаю. Как некоторые сидят уютно в кресле, пьют кофе с коньячком и смотрят по телевизору, показывают, дети бегут без одежды, без всего, окровавленные в грязи, или трупы какие-то, разбомбленные города. Это нравственное состояние, падшее состояние современного мира. И вот Ильяв так реагирует, я знаю высокомерие твое, дурное сердце твое, ты пришел посмотреть на сражение. Но на самом деле Ильяв не видит сердце своего младшего брата. Это свойственно старшим братьям, вот так немножко пренебрежительно смотреть на младших братьев. Но это не всегда оправдано. И сказал Давид, что же я сделал, не слова ли это? Давид ничего плохого не сделал. И отворотился от него к другому и говорил те же слова и отвечал ему народ по-прежнему. То есть он отворотился, то есть стал выходить. Но другие люди ему говорили то же самое. давайте посмотрим комментарии Цезария Арльского. Это одна из его проповедей. И вот когда пришел Давид, один из братьев упрекнул его, сказав, зачем ты сюда пришел и на кого оставил немногих овец тех в пустыне. Это старший брат засловия Давида, который был образом нашего Господа, обозначает народ иудеев, вероломно клеветавший на Христа Господа. Хотя он, Господь, пришел для спасения всего человеческого рода, они часто и много оскорблений наносили ему. Цезарий Арский предлагает нам аллегорическое столкование. Ведь Давид-то приходит к кому? К своим, к братьям. А как они реагируют на его действия? Резко раздраженно. А Христе так и сказано. Пришел к своим и свои не приняли. Цезарий пишет далее «Зачем ты сюда пришел и на кого оставил немногих овец тех в пустыне? Не кажется ли тебе, что его устами говорит дьявол, завидующий спасению людей? Словно бы он говорил Христу «Зачем ты оставил девяносто девять овец, которые не сбились с пути, и пошел искать ту единственную, которая заблудилась, дабы призвать ее снова в стаду, освободив ее посохом креста из рук духовного Голиафа, то есть из-под власти дьявола? На кого оставил немногих овец? Он говорил истину, пусть в духе злом и надменном. Иисус же, как уже сказано, ему предстояло быть посланным для того, чтобы оставить девяносто девять овец и искать единственную, дабы вернуть ее в свое стадо, то есть в сообщество ангелов. Ну а мы с вами знаем, что он не просто оставил овец, он поручил сторожу, но брат считает, что никакого сторожа нет, он поручил Господу заботу о своем стаде. И далее мы читаем о том, как Давид вызывается сразиться с Голиафом. И услышали слова, которые говорил Давид и пересказали Саулу, и тот призвал его. И сказал Давид Саулу, пусть никто не падает духом из-за него, то есть из-за Голиафа, потому что все испугались, там 40 дней никто не решался выйти сразиться. Раб твой пойдет и сразиться с этим филистимлянином. То есть Давид готов выйти на битву. И сказал Саул Давиду, не можешь ты идти против этого филистимлянина, чтобы сразиться с ним, ибо ты еще юноша, а он воин от юности своей. То есть иногда нам кажется, что сила зла, они такой мощью обладают, что мы не способны им противостоять. Даже церковь, она существует не такое количество времени, как силы зла, когда происходит грехопадение в раю наших прародителей, Адама и Евы, когда люди поверили змею древнему больше, чем создателю, зло вкралось в этот мир и существовало тысячелетиями до создания церкви. История всего мира, история церкви, история церкви это незначительный период в сравнении с историей всего мира, лежащего во зле. Поэтому церковь это образ молодого Давида, который готов бросить вызов Голиафу, дьяволу, как апостол Павел пишет, наша брань не против крови плоти, а против сил злобы поднебесной. И сказал Давид Саулу, раб твой пас овец у отца своего, и когда бывало приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним и нападал на него и отнимал и спасти его, а если он бросался на меня, то я брал его за космы и поражал его и умерщвлял его. И льва и медведя убивал раб твой. И с этим филистимлянином необрезанным будет то же, что с ними, потому что так поносит воинство Бога живаго. Итак, Давид уже сокрушал льва. Какого льва? В Писании сказано, дьявол, как рыкающий лев, ходит еще кого поглотить. То есть Давид сокрушал льва дьявола в себе самом, когда искушения юности касались его души и теперь он готов выступить на единоборство с Голиафом. «И сказал Давид «Господь, который избавлял меня от льва и медведя» «Медведь» это образ лености в состоянии греха, когда человек проваливается в грех, как в некую берлогу и там впадает в духовную спячку. «И сказал Давид «Господь, который избавлял меня от льва и медведя избавит меня от руки этого филистимлянина». То есть победа возможна для человека, если он прежде всего победил самого себя, если он одержал какие-то нравственные победы над самим собою. А если мы поражены грехом и какая-то страсть преследует нас на протяжении всей жизни, мы плохие воины в армии Бога, ибо кто кем побежден, тот тому и раб. И сказал Саул Давиду «Иди, и да будет Господь с тобою». И одел Саул Давида в свои одежды, а мы помним, что там оружия-то мало было у израильтян в то время, и одел Саул Давида в свои одежды, а самые экипированные были только два человека, это Саул и его сын Инофан. И возложил на голову его медный шлем, мы видим у нас Голиаф в меде, они в меде, хотя железо уже тогда появлялось, но это как бы еще медный век. И надел на него броню, представьте себе на тинейджера, подростка, одевают взрослые воинские одеяния, и опоясался Давид мечом его сверх одежды и начал ходить, Давид решил походить, посмотреть, а как в этом танке можно вообще двигаться, ибо не привык к такому вооружению. Потом сказал Давид Саулу, я не могу ходить в этом, я не привык. Ведь когда он боролся со львом, с медведем, он имел возможность двигаться быстро, а тут он весь связан этими бронями. И снял Давид все это себя, и взял посох свой в руку свою, и выбрал себе пять гладких камней из ручья, и положил их в пастушечью сумку, которая была с ним, и с сумкой прощой в руке своей выступил против гляв. Помните, твой посох и твой жезл укрепят меня. Помощь Божья – это настоящая броня, это башня, как сказано, имя Господа – это башня, и правильно делает праведник, что укрывается в ней. Пять гладких камней – это пять ран Иисуса Христа на руках, на ногах, удар под ребро. Вот все оружие Божие, вот источник нашей победы – кровь Иисуса Христа, которая очищает нас от всякого греха. Посмотрите, как по-разному на востоке и на западе изображают Георгия Победоносца. На западе изображают такого рыцаря, закованного в броню, в железо, что-то среднее между Арнольдом Шварценеггером и Сильвестром Сталлоне, который с невероятными усилиями в глотку змеев гоняет копье. И православное изображение восточно-христианское Георгия Победоносца. Он спокойно сидит на коне, копье держит вот так, и нету никакого напряжения, нету никакой мощи, вот этой реалистической мощи, как итальянские художники изображают даже пот на лбу Георгия Победоносца, играющие потные мышцы, ибо не в силе Бог, а в правде. И если мы надеемся на Победу, то только во Христе и со Христом, ибо мы кто-то или что-то во Христе и со Христом, и мы ничто без Христа. То, что гладкие пять камней, он вынимает из воды, из ручья, ручей – это самая чистая вода, а вода – это символ Слово Божие, а все Слово Божие свидетельствует о Христе, о силе его крови. Пять камней, пять ран Христа – источник победы. Собственно говоря, церковь и рождается из ран Христа. Когда копьем ударили под ребро, истекает кровь и вода. Кровь и вода – это символы святого крещения, через которое мы входим в церковь. Вода. А кровь – это символ Евхаристии, когда в церкви попричащаемся тело и крови спасителя. Таким образом, облекаясь во все оружие Божие. Цезарий Арский пишет, когда Давид был помазан благословенным Самуилом, прежде чем прийти сюда, он убил льва и медведя без какого-либо оружия. Как он сам поведал царю Саулу. И лев и медведь представляют собой образ дьявола, что они были задушены Давидом за то, что дерзнули напасть на его овец. Но прежде всего дьявол нападает на нашу душу. Все то, возлюбленные братья, что было прообразовано в Давиде, и о чем мы читаем, совершилось, как нам известно, в Господе нашем, Иисусе Христе. Это он, Христос, задушил льва и медведя, когда сошел в ад, дабы освободить всех святых из их когтей. К тому же послушай пророка, призывающего Господа, здесь текст из псалмов Давида, «Избавь от меча душу мою и от псов одинокую мою, спаси меня от пасти льва». Поскольку сила медведя в лапах, а льва в пасти, то дьявол и обозначен двумя этими бестями, медведем и львом. То есть дьявол, он как медведь машет лапами, чтобы сокрушить нас и бросается своей пастью, как лев. И так сказано это относительно Христа, дабы единственная церковь его вырвана была из лап, то есть власти и пасти дьявол. Таким образом мы понимаем, что Давид это прообраз Христа. Теперь становится больше понятно, почему Евангелие от Матфея и начинается такими словами «родословие Иисуса Христа, сына Давидова и только потом сына Аврамова». И так Давид выступает против Галява. Галяв начинает насмехаться над Давидом. «Выступил и филистимлянин», то есть еще приблизился, идя и приближаясь к Давиду, и оруженосец шел впереди его. «И взглянул филистимлянин и увидел Давида, с презрением посмотрел на него, ибо он был молод, белокур и красив лицом». В понимании Галява, конечно, воин должен быть безобразным, уродливым, со шрамами на лице, на теле, с пугающей, отталкивающей внешностью. Это идеология дьявола. «И сказал филистимлянин Давиду, что ты идешь на меня с палкой, разве я собака?» И проклял филистимлянин Давида своими богами. «И сказал филистимлянин Давиду, подойди ко мне, и я отдам тело твое, птицам небесным и зверям полевым». А Давид отвечал филистимлянину, «Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога, воист Израилевых, которые ты поносишь». то есть имя Божие это сила. И сказано «Нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись, кроме имени Господа нашего Иисуса Христа». «Ныне предаст тебя Господь в руку мою», восклицает Давид, «и я убью тебя и сниму с тебя голову твою и отдам трупы войска филистимского птицам небесным и зверям земным». И узнает вся земля, что есть Бог в Израиле. И узнает весь этот сон, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши». Галяв дьявол выступает против церкви с самого начала ее создания. Это и Нерон, и Домициан. Когда во Франции была буржуазная революция в конце XVIII века, Робеспьер выступал в одном известном здании в Париже, и в этом здании он произнес такие слова «Библия, говорите вы, скоро при нашем поколении никто не будет вспоминать эту Библию». Парадокс заключается в том, что через сто лет после того, как Робеспьер произнес эти слова, в этом здании открылось французское библейское общество. То есть когда силам зла кажется, что они побеждают, когда им кажется, что от нас уже ничего не осталось, они смотрят на нас, как на беззащитных детей, когда Никита Хрущев заявил по телевидению, что он покажет последнего папа по телевизору, где этот Хрущев? Что осталось от всех его сатрапов? Ничего, только какие-то воспоминания от церковь Христова существует. Церковь Христова продолжает свое служение и она выживет даже во дне Антихриста в самые тяжелые времена и одержит победу во Христе и с Христом. Почему важно подчеркивать, что наша победа во Христе и с Христом? Потому что мы кто-то и что-то во Христе и мы никто и ничто без Христа. Это очевидно. На человеческом уровне церковь проиграет. Ведь Христос говорит, Сын человеческий придя на землю, обрящет ли веру на земле? То есть мы проиграем в том смысле, что в последние времена движения христиан это не будет массовое движение. Это будет малое стадо тех, которые даже во дне Антихриста сохранят верность Слову Божию, Евангелию и Кресту. Но Христос говорит, не бойся малое стадо, ибо Отец благоволит дать тебе небо. Поэтому Давид, который выступает против Голиафа, это и образ самого Христа, как мы прочитали в комментариях отцов, это и образ церкви, которая все время пребывает в этой брани силами злобы поднебесной, противостоя им. И далее рассказывается о поражении Голиафа камнем. А камень для нас, христиан, краеугольный камень нашего спасения, это Христос. «Когда филистимлянин поднялся и стал подходить и приближаться навстречу Давиду, Давид поспешно побежал к строю навстречу филистимлянину, он не уклоняется, он бежит навстречу, и опустил Давида руку свою в сумку, то есть набегу, и взял оттуда камень, то есть прощу, и бросил из прощи, то есть набегу, раскрутил прощу и поразил филистимлянина в лоб, так что камень вонзился в лоб его, и он упал лицом на землю. Вспоминайте Первое Евангелие, сказано о Христе, он будет поражать его, то есть змея, в голову. А в Руси Медиаланский пишет, «Никогда Давид не начинал войну, если его не вынуждали. Мудрость была союзницей его храбрости в сражении, ведь и против великана Голиафа, идя сразиться один на один, он снимает с себя тяготившее его оружие, сила плеч своих для него более, чем для других оружие. И вот издалека, чтобы сильнее был бросок, всего одним броском камня, он поразил Голиафа». Филистимляне обращаются в бегство. Так одолел Давид филистимлянина прощою и камнем и поразил филистимлянина и убил его. Меча же не было в руках Давида. Тогда Давид подбежал и, наступив на филистимлянина, взял меч его и вынул из ножен, ударил его и отсек голову его. Филистимляне, увидев, что силачих умер, побежали. Дьявол все время восстает против церкви, но Христос сказал, «Я создам церковь мою, и врата не одолеют ее». То есть, как бы врата ада не скрежетали против церкви, они не смогут ее одолеть до конца. Она выживет, она выстоит, даже в самые тяжелые времена. Филистимляне, увидев, что силачих умер, побежали и поднялись мужи израильские, иудейские, и воскликнули, и гнали филистимлян до входа в долину и до ворот Акарона, и падали поражаемые филистимляне по дороге Шаримской до Гефа и до Акарона». То есть, скрушительная победа. «И возвратились сыны Израилевы из погони за филистимлянами, разграбили стан их и взял Давид в голову филистимлянина и отнес ее в Иерусалим, как некий трофей, а оружие его положил в шатре своем. Когда Саул увидел Давида, выходившего против филистимлянина, то сказал Авениру, начальнику войска, Авенир, чей сын этот юноша? Почему он так говорит, разве Давид не был у него музыкантом, он, конечно, был, но Саул как бы говорит, скажи, чей он сын? Да, я знаю его, чей он сын. Ну, я хочу понять, как такое может быть, чтобы такой подвиг совершил человек этот? Авенир сказал, да живет душа твоя, царь, я не знаю. Он знал. Почему он так отвечает? Я не знаю. Я не могу понять, как такое может произойти. И сказал царь, так спроси, чей сын этот юноша? Когда же Давид возвращался, то есть, кто его наставник? Кто его научил так воевать? Кто такое мужество сообщил ему? Это хочет узнать царь. Когда же Давид возвращался после поражения филистимлянина, то Авенир это военачальник взял его и привел к Саулу и голова филистимлянина была в руке его и спросил его Саул чей ты сын юноша? И отвечал Давид сын рабат твоего Иесея из Вифлеема. Он как бы отвечает и говорит да ты и так знаешь чей сын именно отец мой Иесей сообщил мне дар веры с помощью которой я совершил этот подвиг и опрокинул нечестивого Голиафа. И давайте посмотрим что пишет Беда достопочтенный это его комментарии на первую книгу царств к сожалению они целиком не переведены на русский язык помощники Господа через которых он может вразумлять и тем самым посрамить надменность дьявола суть те кого ему удалось победоносно вырвать из рук этого врага своего коль скоро по природе они сыны ненависти зачатые в пороки рожденные от матери во грехе здесь Беда почтена пишет что Господь сделал таких людей как Давид своими помощниками потому что он их вырвал из рук дьявола а они все эти помощники Божии зачаты во грехе сам Давид говорит беззаконие зачатые во грехе родила меня мать моя и беда достопочтенно обыгрывает эти слова в каком случае он Господь явился для них неожиданно и так и как сильнейший усильного отобрал у побежденного оружия на который тот так недавно еще всецело полагался и коль скоро враг использовал людей в качестве оружия своего для поражения душ несчастных то вот уже спаситель Господь взял их теперь преображенных в оружие праведности и добродетели здесь беда почтенная настаивает о том что дьявол использовал многих людей против других людей а когда Бог использует человека он использует его для помощи другим людям для освобождения и верно отмечено здесь то что Давид прежде взял меч его и лишь затем вынул его из ножен чтобы отсечь им голову его то есть Голиафа ибо сначала Господь приходит за великим и сильным воином царства дьявола то есть за Голиафа затем по состраданию своему выводит его из лабиринтов тьмы к освобождающему из тенет свету благодати то есть Господь не только сокрушает наших врагов он сокрушает в нас дух Голиафа и так он через освобожденных своих позволяет также другим вырваться из царства дьявола и выпрямить пути свои то есть Давид одерживает победу только потому что Господь одержал в нем победу над лапами медвежьими дьявола которыми он хочет ограничить любое праведное наше движение над свирепостью его пасти льва когда он хочет искусать нас и умертвить ибо бесы пленных не берут если дьявол за кого-то хватается он хочет уничтожить до конца поэтому Господь освободит от нас наш он помощник наш и он вооружает людей против собственного греха и делает их победителем над ним подогнал «Симон»